Индивидуальный гороскоп астролога – с чего начать? После того, как астролог познает особенности собственной профессии, он в состоянии осмыслить, что в действительности привело его к подобному роду деятельности. Как правило, сначала изучается движение таких планет, как Плутон, Уран и Нептун. Они проходят по конкретным точкам в гороскопе каждого осмысленно пришедшего к астрологии человека. С чего начать? До того, как профессиональное образование будет достигнуто, мы хотим рассмотреть и основные его моменты, которые предстоит узнать. Каждому из будущих астрологов, с их помощью персональный рост будет осуществляться более простым образом. Чтобы установить для себя базовую структуру любого образования в сфере астрологии, стоит последовательно закреплять для себя каждый новый уровень знаний. В том случае, если какой-нибудь уровень познания так и останется незакрепленным для человека, решившего стать астрологом, это существенно повлияет на его профессиональную деятельность. Официальные заведения, в которых обучают астрологов, конечно, более предпочтительны, нежели самостоятельная подготовка дома. Помимо того, что там выдадут диплом, вы всегда найдете, кому задать интересующий вас вопрос и получите на него полный ответ. К примеру, про астрологию и влияние планет на жизнь и судьбу человека. Вас научат составлять индивидуальный гороскоп астролога и только потом вы сможете делать это для других людей. Стоит знать, заниматься в коллективе хорошо тем энтузиастам, которые имеют в собственном гороскопе и слабую позицию Сатурна. Либо же полное отсутствие планет, принадлежащих земной стихии. Также это станет полезным для тех, кого отличает ретроградное положение Урана, Юпитера и Меркурия. Получив базовое образование, строить дальнейший профессиональный рост вы сможете уже собственными силами. Для тех, кто все же решил постигать астрологию собственными силами, ниже представлен последовательный план знаний, которыми необходимо будет овладеть. Как стать астрологом, с чего начать самостоятельно, астрология, рождение, натальная карта. Начинать стоит с изучения астрологической азбуки. В нее входят названия знаков планет, стихии аспектов домов, умение строить натальную. Карту на данном этапе вам нужно будет переварить огромное количество вступительной информации, благодаря которой вы сможете расширить собственные представления об астрологии. Некоторые люди навсегда застревают уже на первом этапе, уподобляясь так называемым «вечным студентам». Им страшно переходить от теоретической базы собственных знаний к практическому их применению. Сумев построить натальную карту, нужно научиться читать ее. В том случае, если астролог умеет проводить анализ данного документа, его уже можно считать профессионалом. Благодаря этому можно получить полное представление о значении небесных знамений. Начинающий астролог может «набить руку» на трактовке натальных карт, принадлежащих известным людям. Общие моменты их биографии известны, таким образом, можно будет выяснить, насколько полны и совершенны ваши умения в данном искусстве. Пример разбора натальной карты для начинающих астрологов. Итак, вы научились разбирать натальные карты известных людей, теперь можно браться к толкованию того влияния, которое на людей оказывают транзитные планеты. Стоит отметить, что данная практика не менее эффективна, чем привычка трактовать гороскопы, принадлежащие знаменитостям. С помощью транзитов можно проследить те событийные и психологические составляющие, из которых складывается жизнь ближайших к вам людей. Их биографии известны вам практически полностью. Таким образом, берите натальные карты, и сверяйте их результаты с событиями в жизни ваших племянников, братьев, сестер или родителей. Согласно полученному результату, вы оцените собственную астрологическую подготовку. Можно также направить свой анализ на события политики, которые также несложно соотносить с астрологическими явлениями. Стоит упомянуть так называемую хаотичную форму астрологического образования, которую выбирают для себя отдельные неофиты. Подобные люди в полной мере отдают себя во власть неуправляемых уранических вихрей, которые направляют потоки знаний. Пример разбора натальной карты для начинающих астрологов строится на пяти важных шагах, если человек приобретает знания в последовательности, которая совершенно лишена смысла, и не пытается как следует закрепить знания для себя, вероятность того, что действительно выучит что-либо, крайне невелика. В итоге даже те из нас, чьи Меркурий в гороскопе находятся на очень твердом положении, а Уран и Юпитер также сильны, не приобретут никаких особенных познаний, поскольку в их головах полученная информация попросту смешается в кашу. За роем знаний, которые никогда не были особо важны, может потеряться действительно важная информация. Если в голове у начинающего астролога творится такой хаос, он никогда не создаст для себя достойной репутации и, как следствие, не достигнет высот в профессиональной деятельности. Видео – расшифровка вашей натальной карты онлайн. Обучение астрологии для начинающих. У астрологических знаний есть несколько уровней, через которые необходимо пройти каждому, кто старается постигнуть глубины соответствующих познаний. Читайте далее. Начинающий астролог – с чего начать, уровни знаний. Начинающий астролог часто не знает, с чего начать. Если вы будете знать эти уровни, то сможете строить свои знания по этапам, приобретая профессиональное образование постепенно, все запоминая и откладывая в памяти. Вот эти уровни знаний. Первый уровень – зодиокальный, самые поверхностные знания, которые можно связать с астрологией и которыми обычно располагает непосвященная публика, находится здесь. Порой люди, которые не заходят дальше этого уровня, имеют в собственной карте действительные параметры для того, чтобы приобрести профессиональное образование, однако по разным причинам отказываются от него. Следующий уровень – начинающий. На данном этапе человек уже предпочитает для себя один из дальнейших способов накопления информации. Он либо потребляет ее хаотично, никак не закрепляя, либо действует последовательно, постепенно приближая себя к более глубоким уровням знаний. В этот период стоит очень внимательно отнестись к той школе астрологии, которую вы для себя выберете, поскольку именно от этого выбора будет зависеть качество всего дальнейшего вашего образования. Третий уровень классификации – любительский такой человек уже успел накопить определенные знания о том, какие свойства могут приобретать планеты, дома, звезды, градусы, и разнообразные эффективные точки. Степень начитанности в данном случае варьируется в зависимости от того, насколько в принципе каждый конкретный человек заинтересован в данной теме. Любители имеют один общий недостаток – они часто слепо доверяются определенному астрологическому авторитету, не пытаясь критически взглянуть на те знания, которые предлагает этот человек. На данном этапе астролог может дать вам консультацию, но, скорее всего, она будет довольно примитивной, и на уровне общих фраз, ранее заученных из учебника. Посоветовать таким людям можно лишь одно – повторяя завет Ленина – учиться, учиться, и еще раз учиться. Не стоит предаваться гордыне, воображая, будто все глубины знания вам уже подвластны. На самом деле это не так, и будет очень обидно, если на них вы решите остановиться навсегда. Продвинутый уровень для астролога – это проявление профессионального упорства, на данном этапе он уже может консультировать своих первых клиентов при этом не ограничиваясь заученными фразами, и пробуя достигать с помощью анализа действительных глубин. Планетарная картинка, которая выстраивается в гороскопе каждого человека, на данном этапе уже начинает восприниматься астрологом как единое и неделимое целое. Профессионал не цепляется за один факт, который он усмотрел первым, а старается определить все факторы воедино, чтобы с их помощью сделать общий вывод. Продвинутый уровень – уже начало большого пути для астролога. Он начинает думать своим умом, выстраивая персональные рассуждения. Суждения авторитетов на данном этапе уже не имеют настолько большого значения, как раньше. Всю информацию, которую он ранее получил от них, астролог продвинутый старается соотносить с собственным опытом, и лишь тогда доверять ей. С помощью интуиции он находит верный ответ на свои вопросы. Видео, что будет происходить с вами после начала изучения астрологии. Прочитайте по теме.